Привет, друзья! Знаете, каждый переживает горе по-своему. И собраться силами, и что-то здесь как-то сделать, чтобы снять видео, было тяжело. Но в то же время я понимаю, что это то, о чём я говорила вам недавно. Чтобы пережить какое-то событие, каждому нужно провести свой ритуал, свои какие-то действия. Для меня это съёмка вот этого видео, чтобы как-то принять, для себя поставить точку и разложить всё по каким-то полочкам в своём сознании. Сегодняшнюю ночь я спала очень урывисто, и она прерывалась каждые 2-3 часа, наверное. Во-первых, причиной этому послужила информация накануне ночью. А самой ночью из-за нервов сон был сбивчатый. Вот. И то рука начала ныть, болеть, может, от перепадов температуры, может, ещё что-то. То где-то подтошнило, то ещё что-то. Прям... Начнём по порядку. Сегодня у нас 6, по-моему, апреля. Соответственно, 5 апреля я наткнулась на информацию в соцсетях, благодаря своей знакомой из Питера, что Павел Петель пропал. Павел Петель в розыске, и его друг Сергей подал и в милицию заявление, в полицию, в полицию. И в Лиза-Алерт обратился, ну и так далее. Я разместила об этом сразу же, как только узнала информацию на всех своих каналах. Ну, в смысле, там сообщения, вкладка сообщества на Ютубе, стена во Вконтакте и так далее. И ложась спать, меня просто трясло. Я понимаю сейчас, что на тот момент всё уже свершилось, но я так надеялась, что Павел найдётся, что всё будет хорошо. Я так хотела в это верить. У меня были мысли, неужели он умер? Неужели он умер? И я просто всячески гнала это от себя прочь, потому что, ну, заставляешь себя верить в лучшее, чтобы не сойти просто с ума хотя бы на ближайшие несколько часов, пока не будет ясна информация. Когда я проснулась утром, первое, что я сделала, я посмотрела сториз и ленту Сергея, друга Павла. И я была в шоке. Он действительно умер. Он действительно погиб. Он трагически погиб. И это такая резкая, невосполнимая утрата. Просто Павел был уникальным человеком. Сейчас мы к этому вернёмся. И он был настолько светлый, что поверить в то, что больше тебе не достанется, ни крупица этого света, это никак не укладывается в сознание. Как оказалось, Павел поехал в миграционный центр, чтобы уладить какие-то там проблемы с бумагами. На обратном пути взял попутку. И 16-летний водитель Ингушет, видимо, решил полихачить. И на скорости 200 км в час по мокрой дороге его занесло, и машина врезалась в фуру. Посмотрев видео, я ужаснулась от того, как это было быстро, мимолетно. Как вот так вот просто раз и оборвалась жизнь вот этого человека, значимого человека. Умер водитель, один пассажир выжил, который на заднем сидении сидел. Это просто за гранью, на самом деле. Я не жалею водителя, потому что я вижу, что это были понты. И я чувствую это, потому что зачем 16-летнему мальчику на белом красивом мерине гнать 200 км. Но явно не потому, что в машине кто-то рожал. Скорее всего, это был понт из серии «Смотри, как тачка может». А она не смогла. И таких гонщиков, их очень много. Они есть в абсолютно каждом городе. В маленьком, в большом. И они есть. И помимо того, что они не ценят свою жизнь и думают, да, да ладно, меня пронесет. Сто раз так делал. И я уже просто профи в НФС-ке же прокатывала. Они никогда не думают о том, чью жизнь еще они могут унести. И это может быть жизнь очень значимого человека. Здесь очень тяжело смириться со своим бессилием. Что ты ничего не можешь сделать. Что 4 апреля это произошло. Что сутки тело пролежало в морге под Подольском. Что если бы не друг Сергей, неизвестно, когда бы поднялась бы эта паника и тревога. что просто вот что ты можешь сделать. Все, что я могу сделать, это предложить свои руки, свои силы, чтобы обеспечивать как-то хромика, кота, который остался у Паши. Мы готовы его принять. И дать ему какой-то посильный уход. Сделать так, чтобы он ни в чем не нуждался. Но вопрос, повезет ли его кто-то в Колумбу. Плюс, опять же, желающих было вроде как под постом достаточно. И здесь уже все под ответственность Сергея. Очень горько. Очень горько. Это просто, это знаете, это та потеря, смирение с которой придет не скоро. Совсем не скоро. Я прокручиваю ленту в Инстаграм, и я понимаю, что мне так не хватает фотографий петеля. Это был уникальный человек. Это просто, это был человек-сокровищница. Человек, знаете, как такая шкатулка, доставая какие-то драгоценности, из которой ты никогда не знал, что ты вытащишь следующее, но знал, что это будет что-то не менее ценное. Он так преобразился за годы, за последние лет пять, наверное, своей деятельности. Он так стал продвинут, умен. И этот бриллиант он обладал видением, видением прекрасного, видением мира, видением лучшего, что есть в людях. Вот я, например, не очень могу видеть в людях хорошее. Мне это дается тяжело. Я себя к этому приучаю, я стараюсь, но первая реакция, которая у меня вызовет человек, настроенный как-то, ну не знаю, неправильно по моим меркам, это, скорее всего, что-то негативное. Если я даже не проявлю этот негатив, потому что все-таки есть там какие-то нормы, чувства вежливости, так-то и прочее, то я так подумаю. А Павел учил видеть в людях самих себя, видеть добро. Вот его последнее видео рядом с тобой, это вообще какое-то пророческое видео, и очень нужно именно сейчас, когда случилась вот эта вот трагедия. он там говорит, что если вы видите, что кто-то берет пачку гречки, то не нужно укорять этого человека, дайте ему еще две. Понимаете? это очень мудрый подход. Этот подход не ценится, но он правильный. Мне так тяжело поверить в то, что это все, что осталось. Мы лично с Павлом не были знакомы именно глаза в глаза, вживую, но мы переписывались. Редко, но на почве блога бывало. Меня с его блогом познакомилась даже питерская приятельница. Я не застала его карьеры, когда он был в образе богачки, диджеев и так далее. Я уже познакомилась с именно этим уютным, теплым Павлом Петелем. и он говорил про Хьюги тогда, когда никто не знал этого. Он всегда был на опережении, у него всегда были классные дизайны, свое вот это видение, чутье, и мне так жаль, что это не вознаградилось при его жизни в полной мере, как он этого заслуживает. Он только нащупал себя, он только нащупал, что он делает классные сказки, что это то, что нужно людям в этом колючем черном обществе, что люди тянутся к свету, и он был готов давать этот свет. Ему наконец-таки удалось в этот Новый год этот свет монетизировать. он только начал писать на заказ. И он постоянно делился тем, что у него готов сценарий одной сказки, готов сценарий другой сказки, что какие-то сказки он написал и готов их явить. и Господи Сергей, если просто вы наткнетесь на это видео, издайте это. Издайте рукописи петеля. Они может быть не будут пользоваться каким-то широченным спросом, но они нужны его зрителям. Зритель готов заплатить за это. я бы обязательно себе приобрела такой экземпляр. Я просыпалась и засыпала со сторис от Павла Петеля. И когда я погружалась в его сторис, я чувствовала цикличность, я чувствовала стабильность, я чувствовала повторяющность момента. Каждое утро доброе утро, какая-то музыка, танцы, веселье, такое домашнее, уютное, хромик, тренировка в спортзале, какие-то кусочки с работы, походы в пятерочку, вот это съемка транспортной ленты, где он всегда говорил, что вот это для меня, ну и там что-то такое было незначительное из еды, а вот это для хромика обязательно, и там пошло-поехало креветки, целый, этот картонный, картонная упаковка шебе, вот, на 30 пакетиков а-ля, и бутылка воды обязательно, фрута няня детская, он всегда старался как-то развеселить кассир, показывал свой ужин, делился своими мыслями, очень правильными мыслями, кому-то они могли показаться дерзкими, грубыми местами, но это только от того, что они не совпадали с мнением, спрашивающих у него и потом обязательно пожелания спокойной ночи. Иногда он как-то перебарщивал и говорил о своих проблемах напрямую, что он нуждается в деньгах, что ему нужно то, это, но это было так все незначительно, это не вызывало какого-то осуждения, потому что ты понимал, что он тоже человек, что он одинок, что откуда в его жизни могли взяться какие-то сверхденьги, он работал над этим, но денег действительно его проекты приносили крайне мало, он он достоин лучшей жизни, он всегда хотел свой дом в Швеции, по-моему, он думал, да, не лишь Швеция, по-моему, в итоге решил, что в Швеции детей, которым он будет передавать из поколения в поколение, так сказать, свои наборы посуды, игрушек, он хотел издавать свои сказки, и он к этому так стремился, и он очень переживал, что Хромик не доживет до этих дней, а оно оказалось вот так, это такая огромная потеря, на самом деле, знаете, у меня схожие, но менее глубокие чувства были, когда ушел из жизни Томас Кинкейт, мой любимый художник, который рисовал свет, он ушел неожиданно, что-то с сердцем было, ему было, по-моему, 56 лет, и мне казалось, что мир рухнул без человека, который несет этот свет, в прямом смысле, как мир будет без света, во тьме и невежестве, и я тяжело переживала эту потерю, и это был просто художник, который не снимал сторис, у которого были какие-то видео на ютуб, но просто о том, как он рисует, и мы с ним не общались, здесь, но эту потерю я пережила очень серьезно, а тут погиб человек, который стал новым для тебя, светочем, и который был ближе, вот это осознание, что больше не будет постов, сторис, оно меня просто убивает, понятное дело, что пройдет какое-то время, что-то изменится, возможно, будет не так нарывать, знаете, я вот в такие моменты не жалею о том, что не боялась ему писать, ну, как это у некоторых бывает, это блогер, зачем напрягаться, он мне не ответит, там, не знаю, ну, что я буду к нему подходить, его тревожить, там, ну, лично, да, встретился на улице, зачем я буду писать комментарий, писать что-то в личку, а не надо этого бояться, это может быть последнее, что вы сможете сделать для блогера, это, это, знаете, это с вас не убудет, а человеку приятно, опять же, с вас не убудет, а никогда не знаешь, вдруг завтра что-то случится, и ты уже не сможешь это сказать, уже будет просто некому, не убудет, мы привыкли к тому, что это работает в отношении наших родных и близких, нам стараются донести, что да, там нужно чаще обнимать там маму, говорить приятное, там, не знаю, своей второй половинке и так далее, и что слово люблю, оно никогда не бывает лишним в отношении близких, но нас еще никто не учил, что это можно делать по отношению к каким-то другим людям, что это можно делать по отношению к блогеру, которого ты смотришь, что это можно делать по отношению к какому-то совершенно рандомному человеку, который встретился тебе на пути, вот, кстати, в своей жизни я это практикую, и ни разу это не вызвало у меня какого-то сожаления, а зачем я подошла, а зачем я кого-то потревожила, нет, я рада тому, что я когда-то подошла, я рада тому, что я кого-то когда-то потревожила и смогла донести вот все, что у меня было, это вот просто, знаете, когда ты знаешь, что ты вот идешь к человеку с чем-то теплым, с добром, со светом, с любовью, и как бы ты ему даешь этот дар и говоришь, слушай, у меня вот к тебе есть вот это, возьми, и тут уже как бы не страшно, ты же не идешь к нему с чем-то плохим, примет или не примет человек, это не важно, потому что если он примет хорошо, твой дар достиг своей цели, если он это не примет по каким-то причинам, не страшно, это всегда останется при тебе, но чаще всего люди принимают это тепло, принимают эту любовь, заботу и добро, и их жить становится капельку лучше, и Павел всячески старался это показать нам, мне искренне жаль, что такого человека нет больше среди нас, я надеюсь, что свои мысли, свое тепло и свой свет он смог поселить в большое количество душ, и вы как носитель этой частички готовы нести это дальше, и пожалуйста, просто в память об этом светлом человеке, если вы где-то будете натыкаться на неправдивую информацию в СМИ, не поленитесь, а сделайте опровержение комментарием или кнопкой пожаловаться на какую-то статью, пост и так далее. Это не тот светлый человек, который должен после смерти быть обляпан какой-то непонятной ересью, потому что сейчас многие новостные каналы, не разобравшись, начинают вешать на него какую-то дичь в виде это он был водителем, он куда-то гнал, он погубил, это эпатажный гомосексуальный человек. Это просто господи, рука-лицо. Это так отвратительно со стороны СМИ. Я понимаю, почему они так делают, потому что у СМИ есть только рейтинги, у них нет совести, у них нет сопереживания души и прочего, но есть вы, есть мы с вами, кто может блокировать хейтеров, жаловаться на их комменты путем двух кликов пальцем, мы можем написать какие-то комментарии, спорить с хейтерами бессмысленно, это дело неблагодарное, не ввязывайтесь в это, но написать какой-то развернутый комментарий под неграмотной статьей это хороший поступок. Мне будет не хватать Павла, очень безумно просто. Надеюсь, мы с вами сможем это как-то осадить у себя внутри. Сейчас в это просто не верится и от этого очень горько и больно. Держитесь, крепитесь, обнимаю вас. и отец. Продолжение следует...